Он смотрит на меня, смотрит. Я говорю, прекрати смотреть. Он говорит, а это по кодексу не запрещено. Я говорю, не запрещено. Я тебе после партии в глаз дам. В глаз дам, да. Я тут, знаешь, Жень, я расскажу тебе историю. Десятилетнему ребёнку в шахматы проиграл. Ну, по собственной глупости. В смысле, он играет хорошо в шахматы. Но зачем я с ним сел играть, вопрос только. Играя с ребёнком, ты же ничего не приобретаешь. Если ты выиграл, все говорят, ну, взял ребёнка, обыграл. Нахуя ты его обыграл, мог бы ничью сделать. А если проиграешь, то все... Что ты за человек вообще такой, да. И ещё после этого, как ты смеешь произносить слово шахматы. И я подумал, а когда проиграл, ну, как-то культурно сдался. А там как-то ещё ребёнок так немножко поиздевался надо мной. Так, знаешь, как бы в привычной детской манере такой. И я подумал, ну, очень неприятно было на душе. Прям вот сутки, знаешь, было прям... Ну, жить противно. И я подумал, а вообще вот шахматы радость дарят, как бы. Начал копаться в интернете, в ютюбе. И вот нашёл 99 условно роликов. Там, Raging Chess. Как люди гневаются после поражения. Всякие зевки. Проиграл там. Свидлер, Каспаров. Все зевают, все бьют по столу. Мурзин плачет. Единственное, нашёл видео радость от победы в шахматах. Если пенка, когда Карлсона обыграл, вот он там в две концы красиво так сидит. И вот две минуты не может поверить своему счастью. И вот видно, что вот хорошо человеку. А вообще в шахматах бывает хорошо? Да, да. Ещё бывало, Гири радовался, когда тоже у Карлсона выигрывал. Тоже он твиты неделю писал. Было такое. А, да. Ну, можно. Ну, вот так, чтобы, знаешь, в моменте вот на видео вот как бы посмотреть. Потому что человек прям радуется победе в шахматы. Вот как футболист гол забил, он бежит. Ура, я забил. Там трибуны орут. Да, да, да. А здесь выиграл как бы ну хуйня какая-то. А просрал, сидишь там. Ой, столько трагедий. Господи. И вот продолжаем годами, мы как ёжики, трахались, кололись, трахались, как они там, кололись, но продолжали трахаться. Вот так и мы тоже. Страшное дело вообще. Что сегодня посмотрим, Илья? Посмотрим сегодня партию, которая немножко известна, которая есть в открытом доступе, которая безусловно входит в десятку лучших произведений шахматного искусства, безусловно, с этим невозможно поспорить, и которая вот лично для меня, вот моё личное впечатление, две вещи обозначает. Первое – это Бог существует. Бог есть любовь. Для меня эта партия абсолютно седьмое доказательство бытия. И второе, что я не зря родился на Землю, и что я – это тот самый человек, который передал Солонку Серперу. Тот, который помог Серперу сыграть эту вот выдающуюся партию, которую, собственно, как, по моему впечатлению, устами, значит, Агнинсов, Николаидиса и Серперов, всё-таки сыграл сам Бог. Да. Ну, ты попробуешь возразить, наверное, аргументы найдёшь. Ну, вот это вот... Нет, про Солонку мне интересно. А есть такой анекдот, когда взывал какой-то человек к Богу, «Ну, Бог, ну зачем я родился-то?» Тот говорит, «Ну, ты ресторан помнишь в таком-то году? Сидел там на дальнем...» Ну, конечно, помню. «Ну, помнишь тебя там человек с соседнего столика попросил передать соль?» «Помню». «Ну вот, вот зачем ты родился, Михаил». Так, а что ты, причём, какое ты имел отношение к этой партии? А вот мы начнём с партии. На экране стоит партия. Бореев Серпер. Бореев Серпер. Серпер. Да, такая была партия. Сыграна в юношеском каком-то отборочном турнире. Прекрасный человек Григорий Серпер. Он примерно в 96-м году покинул шахматы в Нью-Йорк-Опене. Я его встретил, и он уже заканчивал шахматами, переехал в Америку. Спрашивают, «Ну, что же не делаешь-то?» «Я в нём шахматы играю». «А что играешь-то? Что делом займись». Реально. На бирже поработай. Ну, примерно. У меня было две такие истории. Это у меня брат Андрея Соколова меня встретил. Он меня встретил, извиняюсь, off topic, в каком-то году, примерно в 81-м, да, примерно. Он был мастером таким, учился в МГУ. Да, а я там через год… А я пытался штурмовать мастера, у меня ничего не получалось. И через год он, значит, стал чемпионом мира. И он меня… А у него брат, значит, с Соколовым, с его… с братом. Кстати, мы ездили на чемпионат мира, на сборах сидели. Оба стали чемпионами. Не знаю, Андрею он советовал это или нет. Слушай, то есть ты… Сейчас я запутал. Это… Сергей Соколов… Сейчас, это две… А, брат Андрея Соколова. Да, Сергей Соколов. Он встретил там на турнире, к какому-то мы играем. Ну, ты что делаешь? Он тут говорит, ну, у тебя не получается ничего. А ты что, снизу вверх посмотрел на Сергея? Он говорит, ну, я как в МГУ учусь на факультете истории. Пойдём к нам, историком станешь. Это он мне предложил. Человек, который не помнит ни одной даты, ни одного там события, ничего. Я историк такой. А я что же историк, Жень? Мы бы, если бы ты пошёл на исторический, мы бы с тобой могли сейчас, например, делать видео не про Серпер, Николаинист. Ну, не могли бы. Я бы ничего не помнил. А могли бы, например, делать про Полтавскую битву сейчас очень… Да, и вот второй человек, спустя тоже уже много лет, когда я, по-моему, наверное, чемпионат мира уже, наверное, один выиграл в командном зачёте. В следующем поехал второй, выиграл на первой доске. Вот мы с Григорием встретились, причём оба встретились, проиграли там первые, видимо, пару партий. Встречаемся где-то с дедушками, там играем, наслуждаемся Нью-Йорком. Всё, значит, не о шахматах. Встретились, значит, перед партией он говорит, ну, давай к нам в Америку. Я вот к программисту пошёл, мне сразу, Тали, 70 тысяч положили начальную зарплату. Я, значит, я его разорвал в этой партии от зависти, от злобы такой, знаешь, к человеку, который вот переехал в Америку, так хорошо устроился. И, значит, ещё об этом тебе рассказывай. Выиграл у него эту партию. И он, это, наверное, была последняя партия. Он пошёл к программисту и всё, закончил. А вообще, мы с ним играли с, там, примерно, ну да, там, примерно в 84-й год, вот какие-то такие, вот с 83-го. Это вот был хороший очень узбекский парень, узбекская школа, продолжая в Дусаторова тему, она же ниоткуда, ниоткуда не взялась. Это была потрясающая узбекская школа. Там было, гроссмейстеры были, мастера замечательные оттуда, турниры, экзамы во памяти проводились. Там вот как бы тлела эта шахматная жизнь, которая вот вылилась вот в этот бум, который сейчас произошёл. Там покойного все с придыханием Пинчука, такая фамилия произносилась, вот буквально с придыханием, что вот он руку прикладывал к любым, вот кому прикоснётся, из него сильный очень шахматист образовался. Вот, и в 92-м году, это вот в партии Серпера будут играть в 93-м, Серпер помог второе место на Олимпиаде в Маниле занять позади нашей команды штатных алкоголиков. То есть это был очень сильный, уже вырос в сильном гроссмейстере парень, да. И вот, значит, мы с ним играем в одном из отборов. Так, ты белыми, да? Да, я белыми, я там борюсь, буду бороться с Васей Иванчуком за победу в турнире, проиграю решающую партию и поедет Вася играть на чемпионат мира. Вот играем в дебют, я не знаю, как он называется, серьёзно, это Маланюк играл вот эту муть, ввёл в практику. Кстати, Маланюк... Не старая индийская, давай его назовём так, не старая индийская. Я тебе скажу больше, это и не Фелидор. Какая-то хуйня. Ну, какая-то ерунда. Ну, была очень популярная схема, такая вот типа в дело ухода, по-моему, не очень хорошая, потому что без пространства ни за что. Ну, одну партию я проиграл основателю этого дебюта Маланюку. По-моему, ещё играл, ну, Маланюк точно играл, но думаю, что Азмай Парашвили мог играть такой же бред, но вот Маланюк точно. И вот, значит, делает ход коня в ось, ну, обычный ход это рокировка, так, чтобы понятно было. Такой ход, и без пространства, просто как в стране индийской, только почему-то при слоне на Е7, не знаю, небольшой смысл в этой истории. Похуже позиция. Без контры игры, ну, так, на длительную игру. И вот он ходит коня в ось. Вот мне почему-то показалось, что этот ход тяжёлая, ну, ошибка дебютная. Это в силу всё-таки моего недостаточного понимания, как бы, защитных ресурсов шахматной партии. Потому что, ну, да, он темп отдаёт, но есть варианты, вот, например, в итальянской партии, такой же, правда, белыми, то без рокировки пытаются перевести коня на g3. Я очень быстро пройду, просто расскажу, вот, на что обратить внимание. Вот что мы смотрим. Вот ход коня в ось. Это вот ход первый, на который надо обратить внимание, откуда ноги растут. Вот ноги растут от хода коня в ось. И от того, что на линии Е стоит король у белых центров. И вот мне показалось, что в этот момент нужно опровергать построение чёрных. Я опровергать, я его взялся с довольно стандартным ходом c5. Серпер берёт наивно. Правильный ход это всё-таки конь g6. И более того, там, у белых уже нет намёка на перевес. Но он берёт наивный. И он, кстати, на несколько лет меня старше. Ну, младший, младший, я на несколько лет старше. И ходит конь g4 и смотрит на меня, значит. И у него была такая привычка. Мы с ним на сборах много были. Встречались. Ну, мы хорошо друг друга знали. Много раз дрались до этой партии. Он очень готов был всегда подраться. Хотя был год на три меня старше. Младший, опять же, я был старше. И, значит, с переменным успехом. Всё это происходило. Значит, и в этой партии вот он смотрит на меня в упор. А тогда была эта история популярна с Анатолием Евгеньевичем. Что он там Конокарчанова смотрел и так далее. Вот типа это выводило из себя. Он смотрит на меня, смотрит. Я говорю, прекратись смотреть. Он говорит, а это по кодексу не запрещено. Я говорю, не запрещено. Я тебе после партии... В глаз дам. В глаз дам, да. Я не хочу твоей термины употреблять. В глаз дам после партии. И ты представляешь, он перестал смотреть. Это довольно забавно. Довольно забавно. Вот перестал смотреть и всё. И это был вот перед... Как бы такой... Точка, когда... Амаразевичу, амаразевичу ты потом так не говорил. Он уже всё время в глаза смотрит. Амаразевичу, что он занимался боевыми единоборствами. Я мог сказать Серперу, потому что он был такой приятный, толстенький, еврейский мальчик. Где-то неуклюжий такой. Это я единственный, с кем мог справиться. Поэтому я нашёл себе по зубам. Конечно, Амаразевичу. Ты что, я дебил, что ли? И вот я пошёл к конь d5 здесь. Он удивился. А запомни второй ход. Конь d5. Жертвуется фигура. Ну, компенсация потрясающая. Только один вариант я покажу. Значит, вообще тут вариант такой. Как это же конь d5, слон b5, шах. Да. Ферзь потерялся. Да. Ну вот, как бы всё, что надо было посчитать. А если это не считать, то дальше всё просто. Потому что без развития, действительно, теперь уже без развития, грозит d6. Он пошёл в ферзь b6. Я пошёл е6. Огромное количество хороших полоходов. Разобраться невозможно. Но я неплохой ход сделал. И который привёл к приличной партии. Е6. Ну, пешки должны идти вперёд. Это ты помни. Это тоже мы увидим. Так. Ферзь a4, шах. Теперь после слона d7, на всякий случай, я покажу, в чём случилось. Ферзь g4. Ферзь g4. Ферзь g7. Нет времени ни на что. Потому что ладья висит. Приходится там сдаваться. Поэтому на ферзь a4 Григорий пошёл. Король f8. Взял. Напал. Ферзь h5. И конь c2. Немножко структура напоминает партию гири Карлсон из последнего турнира. Виконзея с той разницей, что ферзи на доске. А это важно. С ферзями на доске можно создать какие-то угрозы. Слон g5. Это такой бодрый ход и правильный ход. Быстрое развитие и создание угроз. Вообще довольно тяжело чёрным здесь защищаться. И хотя позиция не проиграна, но у белых достаточная компенсация. То есть это, как бы сказать, жертва была более чем оправданная. А какая у тебя компенсация? Материал же равный. А нет, конь сейчас заберёт ладью какую-нибудь. А в этом смысле? Ну ты там мат сейчас поставишь. Но мат я поставлю, поставил. Я пошёл слон b5, напал на мат в один ход. Теперь единственный ход был в партии слон d7. Как ни странно позиция, не то слово. Как ни странно позиция у белых слон g4 взял какую-нибудь ладью. Что? Это форсировано. Ладья d5 и после f4 у белых большой перес. Потому что это глупая ладья на h8 так и не может выйти. Но скорее всего позиция даже проиграна, строго говоря. Но скажем так. Не проигрывает, мат не получает. Он наивно пошёл слон f5 и зевнул ход ферзь e2. А, коварно, коварно опять напал на мат. Теперь на e8 висит. Ферзь e8 хороший шаг. Кстати, хороший. Окончание неплохое. Не такое, как будет у Гриши. Но всё равно нормальное могло получиться. И мат на 23-м ходу по центру теми фигурами, какие есть на доске. Григорий пошёл f6, шаг и после d6 сдался. Один из возможных выигрывающих ходов. Невозможно защищаться с ладьёй наш вось. Да. Хорошая партия. Ну, теперь ты спросишь. А в чём, собственно говоря, дело? Почему я подал солонку Григорию? Ну, потому что он играет в 93-м году. В том году, когда короткое время, неудивительно, что эта партия была сыграна в России, в стране свободы, в 93-м году. Тогда вот в Санкт-Петербург проводил регулярно турниры. Да и в Москве, наверное, проводились какие-то турниры. Вот люди любили приезжать, не очень сильные. Я не играл никогда в этом турнире. Сейчас жалею. Я с удовольствием посмотрел, что это был за турнир. Вот просто какой-то турнир в свободном Питере, город хороший, да, приехал Николаидис. Я так думаю, что это какой-то или национальный мастер, или, может быть, и международный мастер из Греции. Сейчас он красмейстер, я не знаю, он большой друг нашего канала, раньше, сейчас, не знаю, раньше в чатах у нас всё время писал. И Анис, так он мог бы, ох, я не знал, а как бы он мог рассказать об этом, вот что, значит, ему шептали в ухо, когда он играл эту партию. Так, Григорий белыми играет. Да, Григорий играет белыми. Значит, серебряную медаль он получил, Олимпиада сейчас, приличный гроссмейстер. У него под 2600 в 93-м, это очень хорошо, кстати, думаете, что это не сегодняшний 2575, да и сегодняшний, кстати, было бы неплохо. Вот это уже староиндийская, Илья. Да, узнаём, узнаём. Да, и здесь делает ход Григорий Коньжа Е2, который не очень популярный, потому что в целом я не очень люблю, например, сам Бинони, да и мало кто любит, потому что Бинони структуры. Бинони это с ходом C5. Вот C5-D5 это Бинони. Вот такие. Бинони, они такие, как бы не для каждого. Вот Конь Е2, по-моему, этим ходом Иванчук в том же 96-м году выиграл партию у Владимира Крамника, и Владимир Крамник тогда решил играть староиндийскую. Ровно один турнир его хватило, потому что Василий Иванчук пошёл с ним Конь Е2, и там, когда уже проигрываешь после хода Конь Е2, староиндийскую играть не хочется. Но это так, у меня воспоминания, может быть, это неправда. Конь БД7. Вот третий план выбирает Николаидис. Первые два, это так вот, не показываю, потому что это легко. Е5, второе C5, и третье, вот Каспаров, как ни странно, этот план любил в Земеша. Вот C6-A6. Так, тут иногда будут стоять восклицательные знаки, но это я не убирал, как бы так сказать, анализ серфера и его оценки, потому что, ну, просто чуть-чуть показать, как люди думали в те самые времена. А ты о чём? Мы же не увидим это всё. Не увидите? А, ну, слава богу. Не, мы не увидим. А, вот. Ну, я буду рассказывать. H5, это стандартный ход против коня G3. Единственное, что он мог пойти так сразу, там, на один ход позже, раньше, ну, просто ходит всегда от слова. То есть, конь на G3 немножко беспокойства доставляет. Значит, Григорий ходит F3. И вот в чём смысл хода H5, так играют до рокировки, чтобы успеть сыграть здесь H4. Вот он так не пошёл, но вообще идея такая, что как можно быстрее пойти H4 и заставить коня пойти на F1, а не на H1. Вот типа на H1 он стоит хорошо, а на F1 стоит плохо. Интересно. Ну, это детали, я в дебютной детали не вдаюсь. B5. Ну, после B5 там есть две реакции. Гриша на C5 и можно просто типа ходить ладья C1 и не реагировать. Ну, вот Григорий ходит C5. ДЦ, ДЦ, но тут опять надо ходить обязательно H4, строго обязательно ходит и коня на F1 заставлять идти. Он ошибочку делает. Григорий рокирует, H4 не вовремя, а конь H1 и теперь после коня H5 ферзь D2 у белых всё в порядке. В том плане, что они защитили поле F4, у них там есть H4, F4 сам может пойти. И конь приходит на правильное поле F2. Ну, просто это правильное поле в этой структуре и всё тут. Значит, и вот начинается E5. Довольно ход, скажу, такой обойдёт острый, мягко говоря. Я, в принципе, не очень понимаю, как надо слона закрывать и отдавать вот ключевое такое поле D6. Ну, как бы ключевое, конечно, если туда конь придёт, вы можете сказать, но в целом оно такое живое. Туда бы, ну, ладья, ферзь, всё что угодно может прийти. Ну, ход на любителя E5. Ну, не об этом у нас. Нам надо красоту сыграть. Конь F2 и конь F8. И вот узнаёте, да? Значит, пешку на C5 узнаёте? Да, да, да. Коня F8 узнаёте? Структуру узнаёте? Как надо играть, Илья? Конь D5. Правильно. Единственное, что он пошёл здесь А4. Это правильное, это включение верное, потому что после конь D5 и взять, а брать опять надо, ты не можешь играть с конём на D5. Кстати, опять же, у коня F8-то идея есть. Он хочет медленно привести коней там на какие-то хорошие поля. Это D4, F4, ну, в центку куда-то. Ну, просто это очень медленно. Конь D5, E, D, E, D. И то же самое, видишь, две пешки центральные, но они чуть-чуть сдвинутые, смещенные. И колоссальная компенсация за пожертвованный материал. Колоссальная. То есть, в принципе, вот как я пожертвовал этого коня, и мне было понятно, что это не может быть плохо, точно так же здесь. Вопрос только, насколько это хорошо. Ну, давай считать начинать. Не поленимся с тобой, посчитаем, сколько фигур пожертвовал в этой партии. Пока коня пожертвовал. Пока коня. Значит, наряду с двумя идеями, я не скажу, что это угроза, с идеями пойти C6-D6, ну, просто начать пешки двигать, как я, ну, желательно их продвинуть куда-то там на C7, D7 и провести одну из них в Ферзе. А есть идея побочная. Это конь Е4, конь D6. Вот конь с F2, вот этот вот, он может прийти вот сюда. Да. И для того, чтобы это не случилось, не подумайте, что ход F5 совсем бессмысленный, нет, ход очень хороший. Ход заключает три идеи. Ну, в смысле, он, сказать, что хороший, это не совсем точно. Ход имеет три идеи, и он не может, выглядит хорош. Да, одна идея, это пойти все-таки F4, и еще слона, закусить слоном, и короля эвакуировать вот из центра куда-нибудь вот туда, искусственная рокировка. То есть, и когда такой ход ты видишь, ты восхищаешься, как один человек может сделать ход с двумя идеями. Здесь можно двигать обе пешки, но если ты хочешь создать красоту, то надо ходить D6. А если ты хочешь просто двигать пешки, то можно вот как-нибудь так, и слонат, и спас. И потом потихонечку и подготовишь движение пешек. Но это как бы очень скучно. Григорий в бессмертии путь искал. D6. И здесь он жертвует вторую фигуру. Ходом слон B5. Ох, красота. Красота не то слово. АБ. Николайдис. Да. Не решился защитить ладью. И что называется, поделом. И после ферзь B8, ну я вам скажу, что Григорий сам указывал ход B6, такой симпатичный, да, вот пешки. И он считал, что какая-нибудь из них потом пройдёт. Что, вероятно, правда. Но есть ещё одна побочная идея. Ферзь D5 с различными угрозами. Включая D7. C7, D7. C7, D7, да. Тоже. Выглядит нехорошо. Значит, Иоаннис, естественно, отжертвовался назад. И возвращается спокойно. Ну, не подумайте, что просто он отдал ладью ни за что. Он выигрывает. Ну, хорошо, он выигрывает, конечно, слона. Но вот это третья фигура, которая гибнет. В топку летит. В топку летит, да. Атаки искромётные. Поймите, что... Почему я ещё думаю, что тут не без участия Господа не обошлось. Потому что тут была, ну, масса вот обычных каких-то элементарных продолжений. Ну, типа ладья А6, например. Ладья А6 очень естественный код. Ну, который, ну, такой вариант немудрёный. Взяли. И который без больших жертв. Ну, что-то пожертвовали, конечно, белые. Но обеспечивают победу. Что-то. Ну, ты увидишь. Четыре фигуры. Да, ну, это всё-таки что-то. Но так. Ладья А7. Он жертвует пока слона. Ну, просто вот жертву. Пожалуйста. Да. И выясняется, что... Ианис его даже не берёт, этого слона. А не берёт его по причине, которую... Один из возможных выигрышей в этом варианте. Не единственный. Но всё-таки ферзь Д5. Ой-ё. Но неплохой вариант. Вариант. В том плане, что две вот фигуры осталось. Иллиния Анимат по восьмой, да. Ну, последними двумя фигурами. Это ловушка Серпер. И ты представляешь, противник её обошёл. Он ходит Конь Д7. А противник вполне в порядке. В порядке, да. И тогда решает пожертвовать здесь качество Григорий. И решает пожертвовать ещё всё-таки этого слона. Что он тут стоит? Это подразумевает. Сколько он фигур, поскольку он уже фигур пожертвовал? Три качества. Три качества. Ну, подожди, он сейчас без... Без двух фигур. Без двух фигур. Ну, там он походу тоже что-то забирает. Ну, вот реально он оставляет под бой какие-то фигуры. Вот три фигуры пока и качества. Так, ладненько. Ферзь Е6. Шах. Король Ф8. И там ходит Ладья Д7. Хотя Конь Е4 выигрывала быстрее и как бы лучше. Но это что? Не отдать коня с шахом? Это он не мог. Объясню почему. Что ему понравилось. Вероятно, ему понравилось. Ну, во-первых, Король Ф2 видно, что ход плохой. Да? Ферзь Е5. Видишь, Король Ф2? Да. Король Ф1. Ферзь Е8 в партии последовала. А вот если уходить в Ферзь А6, может быть, они этого не видели. А может быть, один из них это видел. Но вот тут ещё была бы такая симпатичная жертва. Ой, Конь Ф4 больно. Могло быть больно, да? Могло быть. Не, не могло. Потому что Григорий посчитал, что у него пешки эти проходят в Ферзи. И как ни странно... А проходят ли они? Да, проходят. Невозможно. Не хватает тут темпа. Ну, чёрные могут... Подожди, а Король Е8? Ну, допустим, Жевы, да. Е8 тогда теряется фигура, а потом они начинают проходить. А Ж8, то сначала забирается Конь, а потом они всё равно проходят. Понял. Ага, да. То есть, это боковой вариант, но он опять же показал, что это недостаточно жертв будет в этой партии. И поэтому ходит Ферзь Е8. И действительно кажется, что он переиграл на Ладья Е7, Ферзь Б5 и... Нехорошо Григорию, было бы нехорошо. И в Америку бы не переехал, наверное. Наверняка, да. Но... Последовал Ладья Е7. Ну, Ладейку пожертвовал, почему нет. Да. Шаг нашёл. И Д7. То есть, пользует в атаке то, что он должен использовать. Просто одна фигура осталась, как бы. Да. А теперь вопрос, что, где, когда. Какую фигуру осталось пожертвовать белым, чтобы доказать существование Бога на земле? Ну, а у них не так много вариантов, Жень. Один вариант. Но ты можешь минуту, как бы, не брать, а дать вопрос, сэкономить минутку на будущее размышлений. Сейчас ход чёрных. Да. Значит, король Е7. Король Е7 вводит Ферзя Ладью. Куда? В игру Ладью жертвует Ферзя. Он смог выразить. Значит, ждём теперь жертву Ферзя. Ну, вот первая произошла здесь. С6. Ну, конечно, вяленькая, ты скажешь. Уже по сравнению с тем, что было, да, уже как-то это не смотрится, не смотрится. Но всё-таки, объективно говоря, это жертва Ферзя. И эту бы мы засчитали. Да. Но тут Иоанниста не шиком лыт. Или не лыком шит, как хочешь. С7. А он Е3 и ставит такую ловушку. Ты можешь, конечно, нехитрый, но я мог бы попасться. С8. Ферзь. Шар. Нет, так тут мат. В цитноте бы. Я точно пошёл С7 или С8. Да, я тебе говорю. Но Гриша. Ферзь Д5. Ферзь Д6. Тут то, что он был в цитноте, показывается. Он всё-таки не забыл повторить. А ему Марк Израилевич на сборах учил вместе со мной. Повторяете, повторяете. Он долбил нам. Не забывайте повторять. Кстати, не дурной был совет в то время. Потому что иногда, если ему не следовал я, то оказывался в каком-то или в цитноте, или ещё время даже у меня заканчивалось. Ферзь Д6. И он жертвует наконец-таки этого ферзя, чтобы удовлетворить вкус. Наш взыскательный вкус. Взыскательный вкус, да. Взыскательный вкус всех зрителей на века. Ферзь. Ну всё, дальше уж что тут. И получается, что вот этот слон не очень хорошего качества на G7. Вот если бы он беловатого был бы цвета, то можно было пойти бы слон на D3 или слон на B5. Но цвет не с цветом какой-то не выдался ни того цвета. Слон H6. И осталось Григорию спокойно забрать все пешки. Что он и сделал. Причём он мог любую забрать. Но вот как-то он тут его морочил голову и забрал самую жирную. Ферзь Пётр Ш6. Потому что всё. И он ещё обошёл здесь последние эти ловушки греческие. Смотри, Е2 шах. И вновь твоя мама могла бы угодить. Король Е2. Да. Твой папа бы точно схватил бы эту пешку номер 2 последней. Но не Григорий. Король Е1. И вот здесь Николай Тестов. Не ты мне скажешь сейчас. Если ты скажешь, что эта партия не входит в десятку лучших партий, ты мой кровный враг, как говорил Классик. Да. Ну я просто скажу, что эта партия, я о её существовании слышал, наверное, где-то. Кто-то мне, может, один раз сказал, но я, естественно, забыл посмотреть. А недавно, когда мы записывали эфиры с Владимиром Борисовичем Крамником, он мне сообщил о существовании такой партии. Но более того, не просто я не знал о существовании этой партии, даже и Владимир Борисович не знал о существовании этой партии, пока ему об этом не сообщил мой, ну не любимый даже, а просто человек, который, пианист, которым я безмерно восхищаюсь на всех его концертах в Москве, когда они были, я был как ученик консерватории, ходил это маэстро Плетнёв, который большой-большой любитель шахмат. Вот он рассказал Крамнику об этой партии, Крамник рассказал мне, я сказал, Женя, давай её посмотрим, и вот сегодня мы её посмотрели. Так что вот такой, ты помог как бы Серперу войти в сон бессмертных, а Плетнёв помог нашим зрителям увидеть вот такой как бы бессмертный, друзья, шедевр нашего с вами. Ну, скажи честно, ну разве я не могу считать, что я подал солонку Григорию своей жертвы? Нет, во-первых, ты без сомнения, если серьёзно говорить, можешь так считать, но партия, конечно, удивительная, просто удивительная, что в один день... У меня такое ощущение, знаешь, что вот некоторым людям, некоторым шахматистам им дано вот один день дан из жизни Ивана Денисовича или кого там, что вот как-то, ну вот там Иванчука взять, ну сколько там у него? Ну 200 хороших партий, ну 300 хороших, ну слишком много, знаешь, он и там и жертвовал, и то есть. А вот есть шахматисты, которым дано вот в один день всё выдал, вот он все фигуры пожертвовал, всё посчитал, всё сложилось в одну какую-то идеальную картину. И вот это, конечно, то, что мы сегодня видели, это именно оно и есть. А есть шахматисты, которым и одного дня такого не дано. Теперь ты понимаешь, почему он, собственно, оставил шахматы? А ты что после этой партии можешь создать? А зачем ты двигаешь фигуры? Да, вот зачем? Что после этого? Абсолютно уже нет смысла. Потому что ты никогда не приблизишься даже к этому идеалу. Ты всегда будешь приходить домой после партии и смотреть на своё жалкое творчество и думать, что это такое. Ну, это ещё тоже от характера, наверное. Зависит от Гуфельд, вон, как он там эту партию свою, у кого он там выиграл, называл её «моя Монализа» и потом ещё долго играл в шахматы и наслаждался этой, конечно. Да нет, тоже он уже, практически он перешёл на тренерскую работу и приводил разных грузинских шахматистов, женщин к успеху. Нет, он уже, знаешь, вот он уже почувствовал, что это всё. Вот его «Монализа», и раз он на ней трубить начал, он уже понял, что ничего лучше «Монализа» уже не будет. А, это был уже такой, понятно, пиар в конце, да? Да. А причём это было уже не в конце, вот он её сыграл и понял, что зачем я её сыграл, всё, уже ничего я не смогу больше близко к этому приблизить. И правда. Ну, хорошо. Прекрасную посмотрели партию, дорогие друзья. Спасибо вам большое за внимание. Мы продолжим рассматривать наши любимые партии. А это вот из свеженького, так сказать, приобретённых, из свежеприобретённых любимых. Между прочим, ещё и 30 лет партии нет. Партия сама свеженькая. Всего доброго. Всего доброго, до свидания.